С момента массового убийства в Буче стало ясно, что российские солдаты ведут войну против гражданского населения Украины. Они убивают, пытают и насилуют. Как правило, жертвы сексуального насилия не хотят говорить о своих испытаниях. Их травма, как и их стыд, слишком велики. В селах на юге Украины, освобожденных украинской армией после нескольких недель российской оккупации, репортеры Бильд встретились с родственниками женщин, изнасилованных российскими солдатами. Но ни семьи, ни женщины не хотели, чтобы общественность узнала, что с ними произошло. Бильд встретился с Дашей в Кривом Роге, городе на юго-востоке Украины. Дашей 16 лет. Она родом из села Краснивка Херсонской области, которая частично оккупирована российскими войсками. Даша рассказывает, как российские солдаты совершали набеги на ее деревню, издевались над женщинами, а ее саму изнасиловал пьяный солдат в ее собственном доме. Но на этом издевательства не закончились. Сейчас вы услышите трагическую историю Даши. Когда началась Финанская, через сколько дней к вам пришли русские солдаты? Ну, они пришли к нам с 13 марта, ушли 26 марта. И как это было, когда русские пришли к вам в село? Ну, сначала они были в нормальном отношении, а потом они выпивали, находили у людей водку, выпивали, ходили, там, шукали молодых девочек, некоторые даже бабушек. Могли бы рассказать, что с вами произошло? Мы были дома, мы как раз вылезли из погреба, чтобы поездить. Пришли двое российских солдат. Мы забились в голову, один зашел до нас, подивился, какие у нас девчата, и спросил, сколько кого год. Вот. Сначала, потом он вызвал маму, маму он быстро отпустил, а потом вызвал меня. И сначала он со мной балакал, а потом засталил, чтобы я разділилась. Когда я сказала, что я не буду разділилась, он мне граждал, чтобы меня застрелили. Ну, и я разділилась, его напарник просил, чтобы он ушел, чтобы не трогал меня. Ну, то он был тверезый, а то, что меня полагал, он был пьяный, и он был с автоматом, а в того не было автомата. Потом он начал меня трогать, лапать. Я сначала верталась, просила, чтобы он меня не трогал, но он угрожал, что застрелил. И когда я верталась, он меня в какой-то придушил. А другой солдат, где был в это время? Ну, сначала он хотел забрать, чтобы он с ним ушел. То есть, ну, его не послухал, оставался. И, ну, то его напарник каже, если ты не придешь через пів часа, то мы придем в свою бригаду, типа, ну, будут проблемы в тебе. Ну, он его не послухал, начал делать свое дело, а то и ушел. И сколько это длилось? Не больше пів часа до сих. А потом, когда все закончилось, ну, это, получается, было у нас дома, мы были на одном краю, а потом он меня заставил деться. Ну, и сказал, чтобы я шла с ним. Я не хотела с ним идти. Он сказал, что если я не буду идти, то он будет или сейчас меня на месте перестрелило, или будет везти пидолом. Ну, я пошла с ним на другий конец, там, где он временно жив. Там он пытался меня напоить. Ну, я, ну, не согласилась, и там ему, когда мы зашли в хату, там было только я и он, а потом зашли еще двое его сослуживцев. Вон, ну, при них, ну, дело вид, что, типа, я сама пришла, типа, что, типа, его новая подружка. Когда они ушли, меня нашли русские снайперы, ну, и забрали, привели до мамы. А с ним мне сказали, что разберутся. И тогда вы решили, что вы хотите уехать оттуда? Ну, мы хотели туда уехать, но они нас не выпускали. Они нам сказали, что мы много знаем, чтобы мы куда-то, ну, чтобы выпускать нас. У нас получилось выехать, когда они выехали. Это было 26 марта. Почему вы решились на этом интервью рассказать, что произошло? Ну, чтобы люди, ну, русские просто люди, они, ну, не верят, что происходит в Украине. Чтобы они поняли, что их дети творят. Спасибо. 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 Спасибо.